Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Взрывы, обстрелы, рукопашный бой. Под Бобруйском пройдет масштабная реконструкция. Будут полуторки, ЗС-5, пушки ЗС-3, добавится 45-ка. Когда посмотреть сражения за Щатковский мост? От французского катера «Ренар» до военного корабля «Пиаст». Город принял республиканские соревнования по судомодельному спорту. Сторожевой кораблик «Данькс» собран еще в 80-х. До какой скорости разгоняется копия? Славянские обряды и лоскутные шедевры. В Бобруйске стартовал венок дружбы. Мы так и хотим, чтобы каждый был не зрителем, а участником. Где провести фестивальные дни? А также первый укос, опасный обгон и неласковый июнь. Ушел из жизни кумир 80-х Юрий Шатунов. Какие хиты покорили сердца миллионов. И плавилась броня. В воскресенье в Щатково пройдет военно-патриотическая реконструкция. Она посвящена 78-й годовщине освобождения Бобруйского района от немецко-фашистских захватчиков. Бобруйский котел воспроизведут уже во второй раз. В прошлом году за зрелищем наблюдали больше трех тысяч человек. Деревня навсегда вписана в историю Великой Отечественной. В конце июня 44-го здесь развернулись жестокие бои за мост через Березину. События стали завершающим этапом победоносного наступления, которое предопределило дальнейший стремительный успех операции «Багратион». Будут полуторки, ЗИС-5, пушки ЗИС-3, добавится 45-ка. У нас участвует порядка 40 клубов странные. Больше всего это Республика Беларусь, Российская Федерация. Также есть участники, как в прошлом году, из Чехии и из Японии. Ожидается примерно в два раза больше людей, чем в прошлом году. Порядка 200 человек. Место проведения территория – возле деревни Щатково. В 11 часов здесь начнут работать торговые ряды и интерактивные зоны. В 12 проведут экскурсию по аутентичным лагерям Красной Армии и Вермахта. Главное действие начнется в 14.00. Подробную программу и карту-схему слета можно найти на сайте райисполкома. Мнимая эйфория. В стране растет число наркозависимых. В 2021 на учете состояло 12 833 человека. За год до этого на 500 меньше. Чаще всего белорусы страдают от опия, психостимуляторов и каннабиса. Наркомания – преимущественно мужская болезнь. Женщин среди пациентов всего 15%. Самое страшное – возросло количество смертей от передозировки. Если в 2020-м зафиксировано 44 случая, то через год уже 72. Наркотики оказывают влияние прежде всего на нервную систему и головной мозг. В результате снижаются интеллектуальные способности. Меняется и характер человека. Он становится вялым, апатичным и замкнутым. Полностью восстановиться от болезни невозможно. Даже при своевременном отказе от психотропов. Хуже всего – страдают и близкие. Банковское ограничение, дорожный контроль и первый укос. В Беларуси трава убрана почти на тысячи гектаров. Какой план? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусьбанк вводит ограничения по картам Visa, MasterCard и UnionPay International, выпущенных нерезидентами РБ. Теперь можно снимать не больше 500 рублей неделю на одну кредитку. Кроме того, увеличился и комиссионный сбор с 2,5% до 15%. А с 4 июля станут менее выгодными переводы из-за границы. В пятницу в стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения. Особое внимание нарушению правил обгона. Это один из самых опасных и сложных маневров. Он требует не только навыков и опыта, но и определенной внимательности и осторожности. Штраф до 320 рублей. В Беларуси трава убрана почти на тысячи гектаров. В Могилевской области первый укос проведен на 80% запланированных площадей. Заготовлено 140 тысяч тонн сена. Всего в этом году планируют получить 9,6 миллионов тонн кормов. Их наличие позволит увеличить объемы выпускам и продукции в животноводство и обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия. Нацбанк 1 июля выпустит обновленную купюру номиналом 100 рублей. Дизайн практически не изменился, зато улучшены защитные элементы. Это повысит надежность от поделки при одновременной возможности более легкой, быстрой и безошибочной проверки подлинности. К слову, ранее регулятор заменил 5, 10, 20 и 50 рублей. Ушел из жизни Юрий Шатунов. Экс-солист группы «Ласковый май» скончался в машине скорой помощи в результате острой сердечной недостаточности. О смерти кумира 80-х стало известно утром 23 июня. Нетленные хиты «Белые розы», «Седая ночь» и «Детство» покорили сердца миллионов. Шатунову было всего 48 лет. Отдать паруса. В Бобруйске впервые прошли республиканские соревнования по судомодельному спорту. 48 юных капитанов съехались со всех уголков Беларуси. Яхты, копии военных кораблей и лодочки собраны по уникальным чертежам. В большое плавание отправилась Ольга Васенда. Илья Шкурский профессиональным взглядом осматривает копию военного корабля «Пиаст». Каждая деталь должна быть на своем месте. В свои 15 парень умеет не только строить модели, но и знает немало об истории реальных прототипов. В судомодельном деле он 4 года и уже кандидат в мастера спорта. Юный капитан признается, его главная мечта – побывать в знаменитом музее «Крейсер Аврора». Мне рассказал мой друг, что он собирается пойти на судомоделирование. Я поинтересовался. Меня это привлекло. Республиканские соревнования по судомодельному спорту проходят в Бобруйске впервые. Локация – лесное озеро вблизи санатория «Шинник». У штурвала 48 капитанов со всех уголков «Синеокой». На плаву – копии всевозможных речных и морских судов – от французского пожарного корабля «Ренар» и военного катера советских времен до простых лодочек и яхт. Сторожевой кораблик «Данькс» собран еще в 80-х. Размер копии в 30 раз меньше подлинника. Здесь порядка тысячи деталей. Штурвал, мачта, трюм, якорь и флагшток. Вес – 10 килограммов. На воде разгоняется до 1 метра в секунду. Молодые техники демонстрируют свои навыки в управлении и настройке моделей. Но ключевая задача – пройти весь путь максимально быстро, не задев при этом буйки, и припарковать судно задним ходом. На преодолении дистанции – 7 минут. Судьи оценивают все до мельчайших деталей. Сейчас уже и взрослые начинают, скажем, приобретают в модельных магазинах, или по интернету приобретают те же самые яхты, или моторную группу, как вот в данный момент эти модели. И просто сами занимаются. То есть как бы судомоделизм живет и развивается. Необычный спорт зародился еще в Советском Союзе. Первоначально создатели кораблей не только разрабатывали чертеж, но и обязательно создавали рабочую модель, чтобы определить характеристики будущего судна. Некоторые детальные копии испытывали в бассейнах и анализировали полученные результаты. Сейчас даже спортивные катера и яхты практически всегда проходят стадию модельных испытаний и доводок. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Пора встречать гостей. В Бобруйске стартовал «Винок дружбы». Первый фестивальный день открылся с мастер-класса славянских традиций от семейного коллектива из Санкт-Петербурга. Все гости смогли принять участие в настоящих старорусских посиделках. На таких встречах раньше собиралась молодежь. Девушки пели, рукодельничали, общались и даже подбирали себе пару. Ребята скручивали и подвязывали пояски, играли в ручейки, водили хороводы, танцевали в паре. Мы так и хотим, чтобы каждый был не зрителем, а участником. На себе почувствовал, ощутил красоту, мудрость народную. Как это было принято выбирать себе пару, как ее себе ощущать по сердцу. Поэтому все наши зрители сумеют побывать в мире традиционной культуры. Позже организаторы предложили гостям фестиваля окунуться в мир художественных голограмм. В экспозиции представлено полсотни работ. Олимпийские мишки, слудский пояс, первый белорусский спутник и книга царств. В это же время в выставочном зале прошла презентация работ клуба современного лоскутного шитья волошки. Представлены четыре проекта. Пояса, вытянанки, вселенная и ферранки. Мы постарались найти какие-то домотканные вещи, кружева, что-то такое, что делалось руками наших матерей и бабушек. Нам очень нравится, как тут нас встречают. И вообще замечательный фестиваль. Мы очень рады, что мы здесь. А на главной локации «Бобру из Карения» состоялась премьера мюзикла «Магия». Герои – студенты, которые посвятили свою жизнь искусству. На второй день здесь же развернется город мастеров, который соберет больше двухсот удивительных ремесленников. Эксклюзив ярмарки – художественная гальванопластика. Это молекулярные картины из металла. Не обойдется и без мастер-классов по вытянанке, лозоплетению и резьбы по дереву. В шесть вечера начнется галоконцерт, а в 21.00 на сцену выйдет арт-группа «Белорусы». Спустя час – дискотека. У пульта – диджея «Зефир-ФМ». Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова